всем привет уважаемые рыболовы рад поприветствовать вас на канале спиннингист 38 и тема сегодняшнего обзора будет посвящена приманки от рыболовного бренда компании има компания има довольно таки давно уже выпускает рыболовные приманки именно объемные рыболовные приманки но среди всего ассортимента наиболее так сказать известный популярный стала моделька под названием fleet 120 то есть данный воблер выпускается в размере 120 миллиметров и относится к классу воблеров так называемых minnow сама приманка является суспендером по классу плавучести и вот давно уже мечтал так сказать приобрести данную модель воблера и наконец-то моя мечта так сказать сбылась прежде чем конечно покупать приманку я очень много почитал посмотрел приманка позиционируется рыболовным брендом има как именно приманка созданная для рыбковой проводки из отзывов людей и рыболов которые использовали данную приманку я понял что данная модель воблера она довольно таки сложная сложная в управлении это во-первых во вторых сложная проводка у нее но тем не менее я все же рискнул приобрести данную приманку приманка должен сказать далеко не бюджетная она относится к классу приманок ценовой категории соизмеримы с тем же самым мегабасом то есть довольно таки дорогой воблер приманка упакована стандартно в принципе здесь ничего такого броского нет единственное что на обратной стороне производитель именно фирма има указала серию крючков что очень нестандартно для большинства рыболовных брендов вообще должен сказать не припомню рыболовных приманок на которые бы указана была серия крючков крючочки здесь установлены от компании овнер серия написано ст 36 номер крючочка то есть 6 это очень очень круто и очень удобно тут однозначная пятерка данному рыболовному бренду и ребята если из других компаний кто-то смотрит данный обзор обязательно указывайте на упаковках или в маркировке название приманки хотя бы в скобочках серию крючочков которую вы используете для оснащения приманок потому как в случае поломки крючочка его будет очень сложно подобрать именно такой же по размеру по весу крючок имея название крючка очень легко это будет сделать на упаковке также указано что данная приманка имеет очень сложную систему огрузки то есть тут имеются различные шарики так сказать различные полости где насыпаны не 12 большое количество шаров причем шары разного размера плюс указано что приманка имеет систему дальнего заброса состоящую из вот таких двух шариков то есть разных по диаметру тоже должен сказать это довольно таки сложно сам воблерочек вешает 14 грамм как указано на упаковке то есть сейчас это мы и проверим давайте достанем приманку и посмотрим качество ее исполнение и насколько же она интересно сделано сама приманка представляет из себя классической форме миножку очень яркую такую расцветка типа мат тайгера но она салатовая то есть очень очень заметная и очень яркая сама приманка конечно имеет стандартную форму миножки то есть прогонистая сигарообразное тело такое цилиндрическое практически с небольшой горбиночкой выполнено конечно очень классно как вы уже наверно слышите воблер очек этот очень шумный он гремит как погремушка это самый шумный воблер на которой у меня есть коробки по-настоящему шумит как детская погремушка очень очень сильно и громко приманочка оснащена тремя крючочками то есть небольших размеров крючки это очень в принципе разумная должен сказать сама форма приманки она имеет небольшую так сказать объем небольшой взъем так сказать со стороны то есть сама приманка она при своем размере 120 миллиметров выглядит довольно таки миниатюрно такие приманки очень хорошо кушает крупный окунь по опыту могу сказать и вот поэтому не крупные крючочки здесь они разумны ну и соизмеримы со размером приманки то есть все выполнено довольно таки здорово на спинке приманки указано что это флит 120 единственно не указана версия плавучести но в принципе здесь ничего страшного нет так как приманка я уже сказал в версии суспендер передняя часть оснащена вот таким петелькой и вот таким колечком приманка должен сказать при своем весе в 14 грамм кстати давайте проверим так ли это на самом деле то есть вешаем приманку вот обнулил весы и ложу приманку на весы вес 15 грамм в принципе это нормально для погрешности весов и в принципе в целом это хорошо хороший показатель то есть приманки вес совпадает практически с тем что заявлено производить отклонение в 1 2 грамма я считаю незначительными как уже говорил и считаю это наверно погрешность весов окраска приманки на твердую пятерку но должен сказать по отзывам рыболов окрасочка это довольно таки быстро слазит то есть щучьи зубы как я уже говорил окраску вот такую блескучую так называемую глянцевую она очень хорошо повреждает своими зубами и об этом же свидетельствуют отзывы рыболов на практике как уже сказал проверим как приманка себя ведет как она играет насколько она упориста хотя по отзывам люди должен сказать пишут что несмотря на свой небольшой размер приманка довольно таки упористая и палочкой с тестом там 16 18 грамм продернуть данный воблерок довольно таки сложно то есть запас мощности при ловле данной приманкой он обязательно должен быть думаю связано это вот с такой лопастью она довольно таки длинная и имеет приличную площадь площадь при размере таком приманки эта площадь довольно таки значительная и думаю она будет иметь приличное сопротивление но посмотрим как уже сказал на практике кому интересно как данная приманочка работает как ловит и будет ли она вообще ловить щуку смогу ли я подобрать к ней проводку и смогу ли разловить данную приманку узнаем в сезоне 2020 года который уже наступит совсем совсем очень скоро глубина погружения кстати данной модели примерно около 1 и 2 метров то есть это стандартная глубина в метр-полтора то есть рабочая глубина на которой проходит основная масса и так сказать рабочий горизонт основного типа воблеров и вообще основного типа приманок и именно на этих глубинах от 1 до 3 метров мы ловим щу почему от одного до трех да потому что основная масса хищника именно на этих глубинах и держится именно воблер на этих глубинах обычно имеют наилучшую ловистость то есть приманочка такая яркая она думаю щуку с 3 метров глубины должна приманивать плюс еще и шумность вот это однозначно должна вызывать у рыбы интерес особенно в наших водоемах у нас водоемы чистые и поэтому приманка однозначно должна быть хорошо заметно так что ребята желаю всем удачи ну и до скорых встреч всем пока